Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение работы Эрнеста Джонса, Лондон, терапии неврозов, патоневрозы и их лечения. Предисловие профессора Ивана Дмитриевича Ермакова напечатано в психологической и психоаналитической библиотеке под редакцией профессора И.Д. Ермакова. Выпуск 20. Москва. Без года. Издание. Предисловие я уже зачитал редактора И.Д. Ермакова. Теперь начинаю с чтения главы 1 о значении неврозов вообще. Краткое содержание этой главы. Итак, начинаю чтение. О значении неврозов вообще. Глава 1. Научное изучение неврозов Неврозов. Невроз может стать причиной тяжких бедствий для человека, который им страдает. И надо сказать, что есть некоторые особые черты, характерные для неврозов, которые посторонний наблюдатель весьма редко умеет оценить в их полном значении. Невроз сказывается по преимуществу чисто психическими симптомами и в силу этого поражает то, что является самым существенным, самое ядро личности. Как не тяжелы некоторые соматические заболевания. Вспомним мучения, испытываемые больными в проявлениях рака или одышки, истесения в груди при заболеваниях органов грудной полости. Но при них, по крайней мере, душевная жизнь больного остается сравнительно незатронутой. И в самые тяжелые часы такой больной может найти защитное средство в мыслях, утешительного состояния, воспоминаниях и разного рода размышлениях. Он в состоянии нести свой крест, опираясь на философское и религиозное мировоззрение, выработанное им в течение жизни. Но и этот последний источник помощи отнят у неврастейников. Ведь у него расстройство подвигается как раз его душевная жизнь и орган, который мог бы продуцировать построение утешительного и философского характера. Орган этот заторможен в своих функциях. Больной чувствует, что он поражен в своей интимнейшей сущности. Конфликты, взрывающие его личность, заставляют его метаться из стороны в сторону. Больные этого типа, особенно жилица, страдающие неврозом навязчивых состояний и неврозом страха, испытывают постоянное желание забыться, отойти от самих себя и с тем, чтобы хоть на короткое мгновение испытать внутреннее успокоение. А если к тому же, как это очень часто бывает, присоединяется бессонница, то больной лишается даже той единственной передышки, которую ему дает сон. Или же сон больного делается чрезвычайно мучительной для него вследствие кошмарных сновидений, так что он начинает бояться сна больше всего прочего. Душевные муки больного становятся нередко до такой степени невыносимыми, а внутренняя способность сопротивляться им настолько понижается, что он начинает думать, что вот-вот наступит самое ужасное. Его настигнет помешательство, и беспомощный страх перед этим концом всецело поглощает его. К этому присоединяется и то обстоятельство, что нет болезни, которые встречали бы так мало понимания и даже сочувствия, как неврозы. А между тем они как раз более всех остальных болезней нуждаются в этом. Непонимание это происходит не от одних родственников или друзей больных, но очень часто и врачи, пользующие подобных пациентов. Одна из причин такого положения заключается, вероятно, в том, что нашим больным крайне трудно сообщить хотя бы приблизительно верное понятие о своем душевном состоянии, лицам их окружающим. Трудность эта, однако, лишь отчасти может быть объяснена отличием душевного состояния наших больных от состояний, хорошо знакомых нормальным людям. Невротическое заболевание всегда имеет какой-то оттенок неправоподобности. В нем есть нечто от позы, вроде, например, стремления вызывать в себе сочувствие. Всегда существует такое впечатление, будто сила воли больного в гораздо большей степени могла бы подчинять себе его болезнь, чем он сам это допускает. Прежнее теологическое воззрение на болезни, как на проявление греховности или испытания, посланных в наказание за грехи, во всяком случае, как за нечто такое, что сам больной в конечном итоге ответственен, оказалось более упорным и устойчивым в главе о неврозах, чем в остальной медицине. В популярном взгляде всегда проскальзывает, что больной мог бы, чувствуя себя гораздо лучше, если бы он только хотел этого, что он только потому терпит фиаско, как маркиз Домби у Диккенса, что не берет себя в руки, что он только из упрямства не прекращает интересоваться самим собой и своими симптомами, и что болезнь у него в сущности имеет свои корни исключительно в испорченности или настойчиво подчеркиваемой неспособности использовать находящиеся в его распоряжении силу воли и самообладания. Этот же взгляд, этот же взгляд, хоть и в замаскированном виде, мы встречаем в очень многих медицинских сочинениях на эту тему. Нам дается ссылка, я ее зачитаю чуть позже. И даже в терминологии подчас отражается все тот же взгляд. Так, например, некоторые авторы, трактуя о каком-нибудь случае, истерии нередко говорят не о распознавании, а о разоблачении истерии в этом случае, или же выражаются, например, так, что при различной, что по различным указаниям надо сделать заключение об истерии или симуляции. Причем читателю предоставляется самому решать вопрос, как надо понимать оба эти обозначения, как равнозначные или же дополняющие друг друга. Когда же вслед за морализующей проповедью на тему о пороке симуляции подобный автор для успокоения своей врачебной совести вставляет условный оборот о том, что все-таки не следует забывать, что истерия представляет собой болезнь, то на нас эти слова производят впечатление чего-то такого, что пришло автору в голову лишь после того, как он уже изложил свое настоящее мнение. Мы не собираемся утверждать, что этот взгляд профанов совершенно несправедлив или необоснован. В дальнейшем мы поймем, что в нем содержится зерно некой сокровенной истины, но не может быть никаких сомнений, что в очень многих случаях этот взгляд только ухудшает положение больного. Симптомы его сами по себе часто настолько странны, что способны скорее, как, например, при фобии, имеющей своим предметом какой-нибудь повседневный объект или явление, вызывать насмешки, чем сострадание, вследствие чего больной и старается скрывать их от окружающих его людей. Вот ссылка. Так, например, Феттер Робертс в своей обширной теории и практике медицины приводит длинный ряд причин, вызывающих истерию, начиная от вечерних развлечений, укорачивающих продолжительность ночного отдыха и кончая старческой дегенерацией и как бы сознавая всю недостаточность своего описания, в отчаянии добавляет, что в некоторых случаях состояние, называемое истерически, можно отнести только за счет своей воли и дурных свойств пациента. Его попытки дать психологическое описание болезни ограничиваются заключениями о том, что подобные больные говорят много вздора, проявляют преувеличенное чувство о важности их собственной персоны, стремятся привлечь к себе интерес других людей и вообще ничего так не любят, как вызывать сочувствие и внимание к своей особе или же производить впечатление и бросаться в глаза. Значит, продолжаю ощущение. Это была ссылка. Сам он не способен уяснить себе бессознательный смысл или какое-либо логическое значение своих симптомов, то есть пациент, а его друзья видят в них самое большее стремление причинять им мучения, что в свою очередь также увеличивает страдания самого больного. Нервное заболевание именно тем и отличается от большинства соматических болезней, что носит в себе оттенок чего-то непонятного. Какое-нибудь абсурдное представление навязчиво преследует больного. Его охватывают внезапные страхи или дурное настроение, охватываясь непреодолимой силой, но, по-видимому, без всяких причин и чувство какой-то неизвестной, но постоянно угрожающей ему опасности, неуверенности и незнания, не появится ли внезапно какой-нибудь из его симптомов, старый или новый, и не овладеет ли им целиком. Также относится к числу его тревог и при этом играющих далеко не последнюю роль. Это чувство, чувство того, что приходится бродить на ощупь в темноте, что нельзя не понять угрожающей опасности, не предупредить ее, мучает больного. При телесных же болезнях гораздо больше чувства уверенности. Больной, по крайней мере, приблизительно знает, чего вообще ему приходится ожидать. Он может положиться на то, что его болезнь может быть учтена до известной степени и во всяком случае далеко не в такой же степени отдан во власть этого чувства неуверенности, столь характерного для больных неврозами. В том, что мы успели сказать до сих пор, мы никоим образом не дали исчерпывающего описания особенностей невротического страдания. Мы только указали на то, в каких отношениях оно представляется более тяжким, чем страдания, возникающие при большинстве телесных болезней. И во всяком случае, сами больные, которым пришлось перенести и то, и другое, уверяют, что телесные болезни даже в своих самых тяжелых формах все-таки нечто более легко переносимое, чем сравнивать их с неврозом. Распространение неврозов. Невроз – это, пожалуй, самое распространенное из всех болезней, и разве лишь меньшинство населения вполне свободно от невроза? Количество случаев невроза обычно недооценивается, так как не обращается должного внимания на целый ряд обстоятельств. Большинство случаев этого рода совершенно не попадает под наблюдение врачей. Этого большинства врачи просто не напросто вообще не видят. Очень много больных, страдающих навязчивыми состояниями, не видят в своем душевном состоянии чего-либо патологического в настоящем смысле, а следовательно и не считают необходимым обращаться к помощи врача. Свои симптомы они рассматривают как некие индивидуальные особенности или странности и стараются так или иначе настолько это им удается справиться с ними самостоятельно. Другие стесняются. Содержание их навязчивых представлений кажется им смешным или отталкивающим. Так что они не решаются довериться врачу вследствие этой чрезмерной застенчивости. То же самое приходится сказать и о бесчисленном количестве случаев половых извращений и аномалий первезион или инверзион. Инверзион встречается, как утверждает, у двух процентов всего населения. Об анестезии, химпотенции, преступности, возникающих на основе неврозов. Сюда же относится чудовищно большое число случаев влечения к наркотикам и к алкоголю, а в настоящее время мы уже знаем, что явления эти тоже невротического происхождения. Кроме того, огромное количество людей страдают от неспособности поставить себя в рамки социальных условий. Неспособность эта проявляется в недостаточной приспособляемости, в непригодности, в заторможенности, в преувеличенном страхе смерти или разорения, в потере надежды, вплоть до полного отчаяния и в целом ряде сходных явлений. В настоящее время мы знаем, что в этих случаях играет роль причины и моменты, очень похожие на те, что играет роль при образовании неврозов. Уже одно ужасное количество случаев самоубийств, происходящих ежегодно, а самоубийств в одной из самых редких последствий подобных состояний, должно бы предостеречь нас от недооценки этих форм неврозов, имеющих социальное значение. Но из всех тех случаев, когда больные обращаются к врачебной помощи, очень большое число не распознается правильно. Невроз просматривается и ставится неверный диагноз органического заболевания, причем ошибка эта происходит гораздо чаще, чем ошибка в противоположном направлении, хотя по господствующему взгляду это и считается неверным. Мы в дальнейшем еще вернемся к обсуждению некоторых состояний этого рода. В качестве примеров мы можем сослаться на различные сосудистые заболевания, отеки и так далее, различные невралгии, псевдоангену и другие сердечные синдромы, бронхиальную астму, недержание мочи, ночные страхи, а также и на различные желудочные и кишечные явления. Можно, пожалуй, сказать, что в общем существует такая тенденция. Неврозы с местными проявлениями принято относить за счет местных органических причинных моментов. Так, например, полакеурет, семитечение и дизурия сводятся на расстройства в области почек, предстательной железы или мочеиспускательного канала, запоры на первичную вялость мускулатуры, желудочные симптомы, на действия токсинного расстройства зрения, на аномалии, рефракции и так далее. Наконец, мы не должны забывать и того, в какой значительной степени невротические явления могут осложнять и отягощать явления характера органического. Когда врачу удается распознать какое-нибудь определенное органическое заболевание, то он склонен концентрировать на этой болезни все свое внимание и не замечает к несоменному вреду для больного того, что здесь может существовать кроме того и при входящий момент в виде невротического состояния. Но если оставить в стороне резко выраженные случаи невроза, то надо сказать, что латентные скрытые невротические тенденции представляют собой явление до такой степени частое, что во многих, вероятно, даже в большинстве случаев болезни, физическое страдание вероятно, обуславливает то или иное невротическое проявление, за счет которого может быть поставлена в дальнейшем очень значительная часть фактических жалоб пациента. Итак, мы можем вполне определенно утверждать, что из числа тех болей и неприятных ощущений, которые мучают больных вообще, большая часть имеет происхождение нервное, связанное с неврозом, а не с какой-либо другой органической формой болезни. Понижение социальной продуктивности благодаря неврозам. Падение уровня социальной пригодности на почву нервоза принимает такие большие размеры по следующим причинам. Только часть невротиков совершенно не способна к работе. Большинство же заболевших это люди, продолжающие свою жизненную работу, находящиеся на общественной службе, имеющие заработок, заводящие себе семью. А это значит, что во всех этих случаях производится гораздо менее ценная работа, чем та, которая могла бы производиться. Кроме того, главным симптом невроза, их собственная и настоящая сущность, в каждом отдельном случае, это как расстройство в сфере социальных связей личности. И при других заболеваниях невротика, членов его семьи и других лиц, окружающих больного, смущает его неспособность к работе, трогает вид его страданий и прочее, но при неврозе к этому присоединяется и присоединяется нечто совсем другое. Мы увидим в дальнейшем то, одной из функций невроза, одним из элементов его скрытого смысла и значения является бессознательная, но совершенно определенная тенденция мучить самых близких людей. Раскрытие этой тенденции дает нам объяснение того враждебного отношения к неврозам, о котором мы уже говорили. Мы должны отчетливо уяснить себе, что невроз не представляет собой болезни в строгом медицинском смысле, а исключительно в смысле социальном. С медицинской точки зрения болезнь представляет собой конечный итог взаимодействия между единичным организмом и окружающей его внешней вредной нечеловеческой средой, например, какой-либо физической травмой, внедрением микроорганизмов, каким-либо фактором эндогенового или экзогенного происхождения. Социальное же заболевание это продукт взаимоотношения индивидуума и окружающей его определенной человеческой среды, или выражаясь несколько свободнее, неврозы обуславливаются конфликтом между индивидуумом и обществом, а прочие болезни конфликтом между человеком и природой. Многие врачи, привыкшие смотреть на все болезни с одной точки зрения, не в состоянии проникнуться пониманием этого основного импренсимпиального различия, но именно в непонимании этого различия и надо видеть одну из главных причин того, что многие попытки научного изучения неврозов оказались столь безрезультатными. Следующая глава. Связь неврозов с психозами. За последние 10 лет пришли к убеждению, что исследование неврозов представляет необходимую предварительную подготовку к изучению психоза. Что касается психоза, то здесь еще определение, сказалось, общая неспособность к различению между телесными и социальными болезнями. Патологическая же анатомия, которой удалось с успехом свести целый ряд душевных заболеваний к их анатомическим основам, к сожалению, только еще более способствовало затемнению этого различия. А с другой стороны, те данные, которые оказались добытыми при изучении неврозов, изумительно способствовали пролитию света на непонятные до сих пор запутанные картины душевных состояний при таких болезнях, как, например, ранее слабоумие или маниакально-депрессивное помешательство. В настоящее время мы можем сказать, что без знания неврозов нет никакой возможности решить сложные проблемы, касающиеся душевных заболеваний. Подход к психозам со стороны неврологии и внутренней медицины должен необходимым образом идти путем изучения неврозов. Угрожающий рост шарлатанства то пренебрежение с каким врачи относятся к этой области медицины имело за последнее время серьезные последствия которых не удалось преодолеть и до сих пор. Я имею в виду рост шарлатанства которое принимает все более и более опасные размеры. Не подлежит сомнению с успехом своим на котором и покоится его процветание это шарлатанство обязано прежде всего самой природе неврозов. Развитие рекламного дела облегчающее коновалом сбытых лекарств широкой публики пошло на пользу шарлатанству и помогло ему нанести удар врачебной терапии как раз в ее самое чувствительное и ранимое место. В область медицины вторгаются и всякого рода движения носящие религиозный характер или выдающие из себя зарелигиозные эдизм довьеизм теософия спиритизм эмануэлизм и так далее. Мы еще поговорим о них в дальнейшем но по счастью в самое последнее время среди врачей постепенно начинает назревать понимание того что причины всех этих явлений заключаются в принципиальном пренебрежении врачей психологическим фактором в лечебном деле а не в том что медицинская терапия якобы же достигла в настоящее время предельных границ своего развития. итак изучение неврозов и общая медицина в качестве последнего однако немало важного пункта мы должны указать на то что изучение неврозов и их лечение открывает медицине такие перспективы как ни одна другая из ее специальных дисциплин современный психопатолог должен усиленным образом заниматься социальными проблемами должен иметь определенную позицию по отношению к общественным учреждениям причем все это требуется от него в такой степени о которой и не помышляли прежние поколения врачей психопатолог в наше время уже не может сосредоточить все свое внимание исключительно на одной патологии он находит новую область работы в пределах социологии в какую он в силах внести значительный вклад психология масс и социология нуждается в известной базе а именно в детальных индивидуально психологических познаниях эти же последние знания клинический психолог приобретает легче чем кто-либо другой врач-психолог судит о целом ряде проблем с новых точек зрения и с его взглядами придется считаться и соответственным специалистам проблем таких много воспитания нормальных и ненормальных детей организация брака во взглядах на каковой по-видимому предстоит ближайшее время порядочные перемены значения женского движения соотношения между экономическим положением и половой жизнью и так далее будущем будут придавать величайшее значение взглядом врача-психолога на ряд вопросов будут очень считаться с его отношением к цивилизации и ее тенденциям к культурным движениям и устремлением его влияния не будет как это было до сих пор ограничиваться одной только сферой физического здоровья целый ряд положений добытых при изучении неврозов как это показано в особенности Фройдом и его школой дает нам совершенно неожиданные указания освещающие психологию нормальных и нормальных явлений появился целый ряд высокоинтересных работ посвященных двум возможным видам отклонения от среднего уровня гениальности с одной стороны и преступности с другой образованию характера у людей нормальной и эксцентричной а также вопроса значения искусства религии и философии работы эти раскрыли поразительное сходство между фантазиями отдельной личности проявляющимися например в нормальных снах или в невротических симптомах и фантазиями целых народов сохранившимися в древнейших мифах в суверных обычаях в фольклоре в сказочных сказаниях и легендах в этих работах вестолковании явлений первого рода был найден ключ к более глубокому пониманию явлений второго рода однако ни одна мифология но и другие науки как например история антропология и филология равные все отделы психологии навлекли большую пользу на новой клинической психологии исследование неврозов имевшее начало чисто терапевтическое направление всесторонне строит таким образом целую науку которая переходит за пределы старой медицины и стремится завоевать себе выдающееся положение в ряду на более высоко ценимых гуманитарных и социальных дисциплин мы показали в нашем предшествующем изложении что становясь на самые разнообразные точки зрения надо сказать что дело изучения неврозов гораздо важнее чем это обычно думают представители врачебной науки и действительно ни о другой специальной медицинской отрасли работа которая несла бы с собой столько личной и общественной ответственности нет области которая открывала бы столь многообещающие возможности или была бы в той же мере способна к тому чтобы содействовать поднятию научного престижа медицины следующий раздел борьба взглядов и течений но к сожалению невозможно отрицать что ни в какой другой области медицины взгляды исследователей не расходятся так сильно как именно во всех отделах учения невроза в вопросах этиологии классификации патологии диагностики прогностики а следовательно также и в вопросе лечения такое положение вещей может вызвать в постороннем наблюдателей такое впечатление будто в этой области еще очень мало положительного знания может быть вследствие определенных трудностей самого предмета и будут взгляды предполагаемые теми или иными авторами представляющие собой не более чем необоснованные или еще недоказанные спекуляции необходимо однако резко подчеркнуть что подобный вывод был бы в высшей степени неправильный мало того что существует очень большое количество совершенно окончательных и хорошо обоснованных фактических истин можно даже доказать что различных взглядов только в минимальной своей части да и то непрямым образом обусловлено сложности самого предмета оно происходит скорее от того что большинство теорий даже и признаваемых авторитетами из других областей медицины крайне поверхностно основано на недоразумениях в понимании соответствующих проблем на деле многие из этих теорий просто напросто повторяет неопределенные воззрения существовавшие до появления новой клинической психологии теории эти поэтому в наше время стоят немногим больше стоят не больше многим тех предположений о патогенезе отдельных заболеваний которые были выставлены в прежние времена в добавок бактериологическую медицинскую эру это странное положение вещей происходит вследствие того что дело в данном случае идет о таких психических процессах пониманию которых соответствующие авторы просто недостаточно подготовлены они подходят к ним с чисто медицинской и физической стороны вместо того чтобы стать на социальную и психологическую точку зрения кроме того они даже и не делают правильного разграничения этих двух разных способов подхода и рассмотрения ни в какой другой области медицины немыслимой чтобы признанные авторитеты произносили суждения которые были бы в такой степени несовместимы с наблюдаемыми явлениями число тех исследователей глубина познания и подготовков которых достаточны для того чтобы они были способны добывать действительно ценные научные результаты к сожалению чрезвычайно незначительно по сравнению с множеством авторов занимающихся этой темой и вот оказывается что из-за огромной массы противоречащих друг другу во зрении многие и пожалуй даже большинство может просто напросто исключить как лишенные какой-либо ценности наглядный пример господствующий во взглядах разноголосицы мы видим в суждениях о прогнозе степень тяжести случаев невротических заболеваний построим следующий ряд конечно имея ввиду единичные исключения самый благоприятный прогноз истерическим симптомам ставят в общем представители отдельных специальных областей медицины так например ларинголог вылечивает взято в кавычки истерическую афонию с помощью фарадической кисточки так же быстро как и офтальмолог то есть глазной врач применяющий исходные удобные приемы по поводу истерического блефораспазма или амблеопии амблеопия это слепота причина такого оптимистического прогноза совершенно ясна при следующем припадке афонии больной обыкновенно по большей части обращается к другому ларингологу который снова вылечивает в кавычках взято его эти специалисты не имеют конечно никакого понятия о том какую бесконечную малую часть всех клинической картины представляет собой тот симптом из-за которого больной к ним обращался или же с какой легкостью подобный симптом может замениться другим лежащим на этот раз уже за пределами их компетенции хирург уже более отчетливо видит упорство характерное для этих заболеваний так как он чаще имеет случай следить за возвратом некоторых симптомов вроде истерического заболевания тазобедренного сустава псевдоаппендицита самоизувечений кожной гангрены но как и прочие специалисты хирург также с готовностью возьмется за лечение подобного случая не задумываясь однако мыслями о том насколько сложна сущность действующих подобных случаях возбудителей болезни невропатологам приходится видеть самые тяжелые случаи и соответственно этому они обыкновенно считают положение вещей гораздо более серьезным то же самое говорят и пакетические врачи которым случается целыми годами вести борьбу с каким-нибудь упорным случаем продуцирующим в течение своего развития необычайно запутанную смену симптомов несмотря на это врач редко умеет отрешиться от господствующих предрассудков его вера в бессмысленность симптомов в упорстве испорченности или даже притворстве пациента ведет к тому что его сочувствие и понимание умолкает и делает его до известной степени слепым по отношению к фактически причиняемым неврозам страданиям и вреду психопатолог обязаны детально изучить все проявления невротического расстройства в их прошлом и настоящем виде обязаны проследить их и оценить по их значению влиянию в жизнь больного становится в соответствии с увеличением своего опыта все более и более сдержанным в смысле высказывания благоприятных предсказаний и все более строгим в тех требованиях которые он предъявляет к настоящему лечебному методу некоторые исследователи считают что история что истерия в такой же степени неизлечима как и раковая опухоль и ограничивает свое терапевтическое чистолюбие попытками принести некоторое обличение которое дает больному хотя бы несколько более сносную жизнь так например Жан 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 чрезвычайно пессимистичен в своих прогнозах а его опыт специальные терапевтические познания огромны та легкость с которой применяется по отношению к неврозам термин излечения должна приводить психопатолога в изумление ему достаточно при этом вспомнить о многочисленных виденных им случаях которые казались поначалу легкими и считались излеченными после же рецидивировали самым тяжелым образом повторное излечение одного и того же пациента конечно не редкость поэтому в общем самое верное не ставить ни в одном случае невроза слишком оптимистичного прогноза за исключением тех случаев когда есть возможность подвергнуть его более радикальной терапии чем вообще принято противоречия возникающие здесь перед нами очень легко разрешимы если сама оценка фактов меняется в зависимости от взгляда наблюдателя то неудивительно что их интерпретация представляющаяся гораздо более трудной колеблется в еще большей степени в зависимости от глубины понимания производящего эту интерпретацию исследователя а кроме того мнение врача подходящим для данного случая способе лечения о длительности его и основательности будет зависеть от того предварительного суждения которое он составит в себе о степени тяжести заболевания в этом случае кто смотрит на данный случай как на легкий тот может избрать какой-нибудь простой способ лечения кто знает возможности о возможности развития свойственной болезни тот и лечить будет основательное количество усилий и времени которое кажется одному врачу чрезмерно преувеличенным другой сосчет быть может за совершенно недостаточное разные терапевты берутся в разные задачи за разные задачи в то время как один из них довольствуется исключительно тем что стремится временно устранить какое-либо определенное внешнее проявление болезни другой в то же время задается не меньшей задачей как полное пересоздание личности он старается устранить задержки разрешить внутренние конфликты сгладить мучительные впечатления освободить больного от тяжелого бремени накопившейся тяжести и сделать его таким образом способным спокойно смотреть на будущее и всегда быть в состоянии взяться снова за борьбу с жизнью таким образом становится понятным почему те лечебные методы которые нами будут описаны в дальнейшем должны в зависимости от цели которые они себе ставят отличаться друг от друга прежде всего по степени своей усложненности можно с полным правом сказать чем проще метод лечения тем ниже поставлена терапевтическая задача чем сложнее метод тем выше и цель конечно было бы весьма желательно изобрести такой простой метод помощью которого можно было добиваться всех тех достижений которые удаются с помощью всех сложных методов но так как это по-видимому невозможно то нам остается принимать вещи таковыми каковы они есть кропотливые методы возникли не из извращенной склонности к усложнению явлений но вследствие неудовлетворенности недостаточными результатами получающимися от применения простых методов последующих отделок при сопоставлении отдельных методов мы будем особенное внимание обращать на то что в них общего а не различного мы будем стараться показать что различия между ними основываются главным образом на различии в установке цели и не являются различиями принципиального значения восьмое классификация чтобы избежать недоразумений необходимо условиться о способе классификации если например какой-нибудь автор описывает определенный способ лечения неврастыни то мы должны знать что он понимает под этим термином прежде чем мы можем судить о ценности предполагаемого или предлагаемого им метода его способ лечения может превосходным образом помогать при том состоянии которое он имеет ввиду а для тех состояний которым этим же именем называют другие авторы способ может оказаться абсолютно непригодным подобное рассмотрение принципов подразделения было бы здесь неуместно мы хотим попытаться достичь нашей цели путем возможно более краткого изложения цель же наша сводится к установлению основы для понимания различных терапевтических методов комментарий к тому деление которое мы примем дает читателю возможность легко найти всякий синдром если он и привык находить его в какой-либо иной связи или в другом месте в старой школе неврозы подразделяли конечно чисто клинически на основе наблюдения за течением болезни и группировкой симптомов в течение более чем полустолетия принято было обозначать друг от друга отличать друг от друга истерию неврастению ипохондрию и некоторые навязчивые состояния и мы собираемся поступать таким же образом но приблизительно около 30 лет тому назад наши нозологические понятия поколебались произошло это во Франции и случилось потому что Моррель и другие авторы слишком резко зачеркнули теологическое значение момента психической дегенерации основываясь на нетверной базе этой гипотезе Шарко создал свой термин конституциональной неврастении Жене выработал родственное понятие психостении каковы понятия были вследствие авторитета автора по всюду приняты Жене психостения представляет собой какое-то единство например деменция прекокс креплена это значит что оба признака синдромов объединяющих под этим названием более отчетливо выделяются чем существующие между ними отличия и каждый такой синдром в отдельности более похож на все прочие синдромы той же группы чем на принадлежащие какой-либо другой группы не психостенической но согласно той точке зрения на которой стоим и мы эта группировка покоится на ложных предпосылках отдельные черты клинических картин слишком уже подчеркиваются другие наоборот остаются в тени единство синдромов слишком переувеличивается различия же их друг от друга недостаточно оценивается с нашей точки зрения мы должны считать гетерогенами случаи отнесенные к этой группе это по большей части легкие случаи деменция прекоксис прекоксис это ранее слабоумие или шизофрения нозологической единицы еще неизвестной в то время когда было формулировано понятие психостении невроза навязчивых состояний истерии страха и маниакально депрессивного помешательства каковые единицы по сей время далеко они всеми признаны во Франции мы должны разделить неврозы в первую очередь на две группы первая из них главная этиологическая роль принадлежит факторам физическим во второй наоборот моментам психическим неврозы этой последней группы удобно для отличия от первых обозначить термием психоневрозы мы вовсе не хотим утверждать что между этими двумя группами существует столь большое принципиальное различие как это полагают некоторые авторы но все же различие это настолько значительно что это подразделение представляется практически очень ценным а кроме того у него имеется еще одно достоинство оно почти общепризнано существует три простых или актуальных невроза а именно невростыния невроз страха и эпохондрия и четыре психоневроза конверсионная истерия истерия страха фиксационная истерия и невроз навязчивых состояний но помимо этой этиологической разницы есть еще два различия между этими группами ясно выступающие на первый план первое при неврозах в собственном смысле слова патогенные моменты оказывают свое воздействие как раз во время образования самих симптомов моменты эти актуальны этим объясняется и самой термин актуальные неврозы что же касается психоневроза то эти логически важнейшие влияния относятся обычно к весьма давней поре отделенные от настоящего настоящего промежутком во много лет конечная причина актуальных неврозов относится к возмужалому периоду при психоневрозах эту причину приходится искать в детстве второе отдельные симптомы психоневрозов можно при исследовании случаев свистить к некоторому определенному смыслу который можно выразить исключительно с помощью психических средств в яичных и симптомах актуальных неврозов ни одна из форм психологического анализа не в состоянии открыть какого-либо психического значения как как уже сказано выше нельзя провести абсолютно строгого отделения этих обеих видов неврозов друг от друга особенно если иметь ввиду клиническую точку зрения и чем более растут наши знания в неврозах чем это становится для нас яснее выяснилось что на психическую вредность той же интенсивности разные люди реагируют не с одинаковой силой эти индивидуальные различия можно свести к психогенным влияниям прошлым совершенно такого же характера как и явления играющие роль при психонеброзах но это определенно стирает различия между обеими группами сводит его почти исключительно на различия в степени некоторых случаях психогенные влияния относящиеся к давнему прошлому играют столь большую роль что актуальный невроз разыгрывается уже при таких психических вредностях которые при нормальных условиях могли бы быть перенесены без всякого ущерба наоборот другие случаи эти прежние влияния не играют какого-либо иной роли чем у людей нормальных и взятые сами по себе не получили бы патогенного значения если бы не физические вредности достигшие по своей интенсивности или продолжительности таких размеров которые ведут к развитию невроза в дальнейшей группе случаев деятельность этих двух родов патогенных моментов сочетается и комбинируется так что может встретиться затруднение при попытке определить степень участия тех или иных из них это взаимодействие патогенных факторов практически чрезвычайно важно и вот по каким причинам физические вредные моменты прежде всего имеющие в этих случаях значение таковым и что и являются легко устранимыми с помощью нескольких слов или разумного совета или же как в других случаях вовсе не подаются устранению это их своеобразная особенность становится нам более ясной и понятой в дальнейшем станет нам более ясной и понятной в дальнейшем когда у нас будут по рукам под руками отдельные примеры в соответствующих главах но в этих последних случаях можно разрешить терапевтическую задачу и с другой стороны можно обозреть психогенные явления с помощью методов которые мы опишем в дальнейшем и эти способы можно облегчить состояние чрезвычайно большому числу больных неизбежные же физические вредности если они не осложнены психическим больные часто могут переносить без каких-либо особых тяжких последствий распределение содержания если даже обе вышеописанные главной группы связаны взаимно переходами между собою то мы не станем удивляться встречи в то же самое и при том в гораздо большей степени и в подгруппах поэтому многое что верно относительно одного какого-либо из неврозов можно утверждать и о всех остальных оно может быть обобщено и распространено и на все остальные их виды это до известной степени верно и по отношению к терапевтическим мероприятиям так что было бы непрактично если бы стали обсуждать по поводу каждого отдельного невроза все терапевтические методы да кроме того нам пришлось бы слишком часто повторяться поэтому мы ограничимся следующим при каждом отдельном неврозе мы будем указывать на подходящий для него способ лечения и ссылаться затем на тот отдел в котором будут указаны более детальные сведения об этом методе общие сведения о психическом лечении о психотерапии мы поместим в главе об истерии само собой разумеется что в такой работе как предлагаемая нами читателю мы можем только отчасти касаться вопросов патологии и диагностики обсуждения этих вопросов должны везде отступать на задний план по сравнению с нашей главной темой но с другой стороны нельзя совсем обойтись и без ссылок на эти проблемы так как без изложения различных теорий хотя бы и лишь частичного все наши положения о тех или иных отдельных терапевтических приемах остались бы в большинстве случаев совершенно непонятными я надеюсь с помощью этого способа избежать еще одной ошибки в которой нередко впадают в работах по психотерапии особенно же в работах обнушения ошибка эта состоит в том что методы лечения описываются чисто эмпирически а не в связи с патологией в которой они черпают свои основания и конечно мы не будем обращать главное внимание на терапевтические основные принципы а не на детали их применения так как некоторые методы вроде гидротерапии электротерапии и так далее применяются не только при лечении неврозов другие же в свою очередь и в особенности некоторые из психологических методов требуют гораздо более подробного изложения чем то которое я могу предложить имея ввиду размеры этой книги но я во всяком случае надеюсь что мне удастся дать целый ряд практических указаний даже о том как пользоваться самыми кропотливыми из этих лечебных методов ну вот глава первая на этом закончилась вот сказать что она уже очень интересная я не могу вот ну посмотрим посмотрим как будут описываться следующие разделы этой книги вот следующая это глава вторая посвящена истерии думаю что здесь описание будет более живым и интересным для слушателя ну что ж я благодарю вас за проявленное внимание за терпение и до следующей встречи в очередном аудио видео чтении из моей библиотеки аудио и так и и и и и